Из книги «Открытым моком» том 11. Тема Лапкин. Книги. Вопрос 2440. Чем вызвано такое, в кавычках, дерзкое предисловие в седьмом томе «Открытым моком» по отношению вас от вашего сотрудника отца Нафанаила? Были ли еще выпады его против вас? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Отец Нафанаил, как сам о себе свидетельствует в книге к истинному православию, не знал евангельского пути и совершенно не был готов к монашеству и к священству. Потом многое он осознал, но все же больше оставался, быть может, монахом, чем евангельским христианином. А о чем седьмые и восьмые тома «Открытым моком»? Это уж я всячески пытаюсь гладить брошенный мною монахам вызов. А на самом деле это же ревизия шестнадцати столетий монашества. Он не мог иначе реагировать, но я его предисловие ни на одну букву не сократил и не поправил. Хотя видно, что его уже тогда перед самым изданием книги это беспокоило. Как же я отнесусь к предисловию? Я же знал, что за эту, в кавычках, пломбу его будут спрашивать больше, чем меня. Что и произошло? Даже самые его близкие друзья вопрощали меня. Да как он мог так сказать? Вот часть его. Видимо, автор предлагаемого труда и ставил перед собой эту высокую благородную цель – рассудить по писанию и отделить в житиях зерна от плевел. Но результат, предлагаемые ответы получились весьма разнородными и в последовательности, и в доказательности суждений, и по своим нравственным качествам. Положительная сторона. На некоторые важные и интересные вопросы сделана обширная подборка из житии, приведены ссылки из Библии, иногда встречаются связанные рассуждения на эту тему. Все это дает богатый материал для размышлений и последующих изысканий. А постоянные обличения побуждают трезво посмотреть на сегодняшнее состояние в церкви. Отрицательные стороны. В ответах имеется большое количество выводов и приговоров, непосредственно не вытекающих из ссылок на жития и Библию. Между аргументами и выводом, как правило, отсутствует процесс доказательства, а утверждение следует скорее из мировоззрения автора, чем из приведенных цитат. Поэтому читатель часто должен или поверить в готовые мысли автора, или довольно неумные, иногда довольно неумные, или рассуждать сам, на что способны, к сожалению, далеко не все. Ответы часто приправлены, в кавычках, сильными выражениями, в кавычках, украшающими речь. И это скорее провоцирует раздражение, потому что, когда спорные выводы начинают рассвечиваться яркими унизительными эпитетами, то читатель, конечно, эмоционально встряхивается, но это отнюдь не способствует серьезным размышлениям и не побуждает к покаянию. Поэтому, читая книгу и узнавая факты, сравнивая это со словами Библии, нужно быть крайне осторожным тогда, когда встречаются выводы автора по общим вопросам, когда выносится суд по поводу исторических эпох и явлений в жизни Церкви. Другими словами, читая и жития святых рассуждений Игнатия Тихоновича, нужно внимательно следить, чтобы добро не перепутаться с злым, но все проверять писанием, что, конечно же, требует глубокого знания и писания, и церковной истории. Я отказался от мысли выделить особым шрифтом те места рассуждений Игнатия Тихоновича Лапкина, которые бездоказательны или слабо аргументированы, неприличны или близки к этому, потому что тогда нужно было бы давать пояснение к ним и романах Нафанаил в марте 2004 года. «Отец Нафанаил отмочил, в кавычках, еще круче в отношении меня. Зачем ему это нужно было мне не дотянуть? Он же прекрасно знал, он же знал прекрасно, что мы на прощенное воскресенье ходим по кросский собор Московской Патриархии и там подходим под благословение к епископу и ко всем священникам. Если бы я не признавал их благодать, благодатность, то зачем бы я подходил к ним и другим к тому приучал, и других к тому приучал? Или он меня считает шитом, балаганным лицемером? Хе, в кавычках, Алекси. Отец Нафанаил умница, и мы с ним обыли не один год вместе, и без него я бы не издал ничего, так думаю, хотя Бог силен был сделать все это без него и без меня. Он же сам помогал мне издавать и делать набор и верстку книги для «Слова Божия нет уст», где на странице 436-й отображен разговор с изуменом Кириллом Сахаровым, который вопрошает меня, а я ему отвечаю, «А московский патриархат церковь? Церковь, но смертельно больная. А старообрядцы? Поповцы церковь, я признаю их священца, а без поповцы нет. Если бы патриарх Хе, в кавычках, Алексий, Алексий к нам приехал, говорит Игнатий, приняли бы по первой категории. В принципе, я бы ему рассказал обо всех недостатках. Я ему писал на эту тему. Книга издана в 2002 году, и вот что в письме пишет отец Нафанаилс ныне. У Игнатия Тихоновича позиция хитрая. Он не говорит, что в МП есть благодать, и не говорит, что ее нет. Разговоры о благодати просто запрещены. Но совместная молитва просто разрешается. Эта позиция очень удобна для того, чтобы втереться в доверие, не противопоставлять себя психологически той среде, в которой вращаешься, и через это пытаться обращать людей. Хотя это понятно психологически, тем не менее с православным святоотеческим учением это не имеет ничего общего. Святые отцы просто говорили, что у еретиков и раскольников нет благодати, и молиться с ними нельзя. А обращать пытались не на богослужении, а в личных беседах и на диспутах. Игнатий Тихонович утверждает, что и с баптистами молиться можно, если, конечно, сказать им, что они еретики. Откуда он это взял, я не знаю. Быть может, можно молиться вместе так. Господи, обратяйте их еретиков к истине. Но так баптисты молиться не будут. Он же настолько, насколько я знаю, часто длительное время молился с ними, и никто из них не знал, что он православный. Хотя потом, наверное, он им об этом и говорил, обличая их в ереси. Ну, допустим, в частных случаях это может иметь какое-то оправдание, хотя и шаткое. Но когда это становится церковной практикой и, более того, внедряется вероучение, то начинаются серьезные проблемы. Это видно на примере РПЦЗ. У епископов РПЦЗ такой подход похожий на подход Игнатия Тихоновича. Благодать есть везде, в том числе и у старообрядцев. При таком подходе они обречены на объединение, причем без всяких серьезных изменений. Письмо это отец Нафанайл послал брату Никите Санарову. А уж в урезанном виде я его представил вам, не открывая этим никакой тайны. Притчи 11.13, 20.19, 25.9, Сирахов 21.1, 23.25, 28.16, 18.23, 2 Царств 22.27, Иоанна 1.47, 1 Коринфянам 13.1.3, 2 Коринфянам 13.11, Деяние 15.24. Чем виновата кошка, что сожрала голубку на гнезде, на голубятах? Так хитроумно лезла, оставляя шрамы, застала ночью беззаботных, спящих. Не жалко голубя сидеть теперь один, и кошку жаль, чуть не пустил в расход. За них мне не отчитываться я им, господин, как в шахматной игре. Теперь мой ход. Устроил заграждение на столбах, А над ледком натянутую сетку, голубкина посмертная мольба услышана, и кошка словно в клетке. Бог разделил нас водами морей, цепями, град непроходимых гор. На переходах легче помереть, чем воинами решать какой-то спор. Так для чего мы разные такие? Обличием, обычаем, обычаем и нравом. Да коли милость Божия не покинет, нам все же легче повернуть направо. Подарки слать через пески пустыни, приветствуя через проливы реки. Любовь к слабейшему и стужу не остынет. За гробом пожелает, милость встретит. В тысячелетнем царстве нет вражды. Лев и ягненок рядом с медведицей не грабит вор квартиры, гаражи. Вора раскаившегося не убьют, не убьют в милиции. Природу новую нам нужно получить, родиться свыше, заново воскреснуть. Голубкой стонут кошки-палачи, притом на том окровавленном месте. Спаситель Иисус, Мария, Сын, садила сердце новым, полным духа. На слово Божье, на твои весы, утесы прошлого достанут легче пуха. 27 ноября 2004 года Игнатий Лапкин